Привет, мобили и геймеры! С вами Фликеры, вот они, настали лучшие времена в девятом асфальте, когда и сюда занесли сезонный боевой пропуск. Но на самом деле он не боевой, просто сезонный. Что ж, радости, конечно же, полны штаны, ну, естественно, это всё я с сарказмом, народ, ни в коем случае не воспринимайте это всё серьёзно. Что ж, давайте всё-таки ознакомимся, что добавили геймлофты. Добро пожаловать в сезон Порш. Выведи свою игру в Асфальт 9 на новый уровень, приняв участие в этом эксклюзивном сезоне, пока он не закончился. До конца сезона почти 50 дней, короче, у нас. Выполни сезонные задания, накопи очки легенды, просто играя, как обычно. Играй в любое время в любом месте, чем больше ты играешь, тем больше ты получишь, понятно. Получи чудесные награды, если ты приобретёшь, конечно же, золотой пропуск. Но здесь он называется пропуск легенды, и получишь, естественно, больше эксклюзивных наград и сезонных преимуществ во время игры. Мы обязательно на эти награды посмотрим. Вложись в пропуск легенды. Что нужно вложить, мне интересно. Значит, мы, скорее всего, получим трёхзвёздный эксклюзивный автомобиль. Три бака дополнительного топлива для всех авто. Оу, это прям круто. Ежедневные бесплатные билеты. Ммм, огонь. Плюс два классических набора каждый день, плюс 60% очков репутации, плюс 60% спецмонет, плюс 10% очков легенды. Нафиг, не надо всё это добро. А вот ещё ниже есть эксклюзивные эпические импортные детали. Сотни жетонов, эксклюзивные детали кузова, скидки на набор. Короче, понятно, понятно, что тут будет у нас. Я думаю, что вы уже сами тоже ознакомились с этим великолепным боевым сезонным пропуском Porsche и, наверное, приобрели его. Ну, ладно, давайте без сарказма смотрим дальше. Двигайся вперёд. Будь легендой. Сезон Porsche – это идеальная возможность эксклюзивно получить Porsche 911 Targa 4S и Porsche Taycan Turbo S. Не упусти свой шанс. Понятно. Конечно же, приобретать данный пропуск я не собираюсь, потому что ценник в 749 рублей меня очень сильно пугает. Если бы он стоил хотя бы 369 рублей, я бы купил, вообще бы не задумываясь, потому что, ну, мне, во-первых, надо контент лепить, а во-вторых, это всё-таки даёт преимущество перед теми, кто не купит. Потому что, скорее всего, чертежей, тачек я буду получать больше, больше наград, больше возможностей. Короче, пилюли, с помощью которой вы будете побеждать. Но, конечно, скилл она вам не принесёт. Смотрите, есть у нас также за 2290 рублей первые 15 уровней будут открыты, всё как в PUBG практически. Можно купить уровень, что, кстати, у нас тут вообще вот даётся вне пропуска легенды. Ну, тут Тарго у нас, ну, конечно же, поменьше всего, а здесь у нас Тайкон Турбо С. Ну, я не знаю, честно, народ, вот если вам это интересно, покупка пропуска, напишите в комментариях, типа, Флик, купи, ради интереса нам хочется посмотреть и так далее. Вот зря они сделали именно за бабло, лучше бы сделали за жетоны. Ну, фиг с ним, допустим, не 1000 жетонов бы стоил этот пропуск, а 3000 жетонов. Да, кто-то, может быть, и не копил бы эти 3000, но вот 749 рублей, ну, такое себе. Напишите в комментах, кто приобрёл и почему, я лично не вижу в этом смысла. Также мы посмотрим сегодня на новые тачки, которые добавили. Ну, тут совсем немного, мы получаем, кстати, к 918-му Спайдеру деталь кузова. Есть ещё какая-то Тачила к Мерседесу Макларену. Ну, здесь Тарго в основном у нас присутствует и есть вот немножко чертежей на какой-то ещё новенький Порш С-класса, причём он к легендарным относится. Ну и 911 GT2 RS класс спорт какой-то. Так, 50 уровней у нас здесь. Ну, не знаю. Короче, народ, всё зависит от вас. Наберём 500 больших пальцев вверх и я приобрету этот пропуск. Фиг с ним. 749 рублей, конечно, это дорого. 369, ну, край, я считаю. Это вполне вот нормальная сумма, с которой я бы расстался. К тому же платить раз в 50 дней 369 рублей, с учётом того, что эта игра у нас условно бесплатная, как бы, и то, что в ней присутствуют транзакции, ну, блин, эта игра бесплатная, чё вы хотите. Сейчас большая часть игр на мобилке — это игры-сервисы, в которые приходится кому-то донатить. Но я уже не раз говорил, в какие игры я донатил. Это Need for Speed No Limits было в самом начале, когда я только ещё развивал свой канал. А также в Fortnite. Ну, ещё, естественно, в PUBG. В то время... И, блин, совсем забыл, в Call of Duty Mobile я тоже задонатил. Ух, какой донатер-то, а? Ужас просто. Чему я детей научу? Ладно, народ. Давайте мы, наверное, перейдём в тачки и посмотрим, что у нас здесь появилось. Я видео постараюсь, конечно, максимально быстро смонтажить и выложить. Так, значит, первый Porsche Taycan Turbo S. Вот так вот он выглядит. Кстати, ничего, так симпотненько, аккуратненько. Я не знаю, что это за тачка, но, видимо, может, прототип какой-то. Раньше с ним не сталкивался. Кстати, в магазине тоже есть ещё обновление. Например, мы можем за Т-жетоны приобрести чертежи Ford Shelby GR1. Также мы перейдём туда, я вам покажу. Окей, у нас стартанёт, скорее всего, особая акция на Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport. Именно на эту тачку. А мы можем её просто посмотреть. Во! У неё вот такой вот винильчик прикольный. Ну, это же Cayman просто. И, кстати, к какому классу относится? К C-классу. То есть, будет особое событие на C-класс. Но, возможно, она топ будет в своём классе. Ладно. Дальше у нас Porsche 911 GT1 Evolution. Какой-то он немножко странноватый. Я не помню таких Porsche. Похож чем-то на один из Mercedes. Не помню точную модель. Это у нас, кстати, B-класс. В каждом классе, скорее всего, по одной тачке будет. Или даже по две. Ну и Carrera GT, которую давненько добавили в Need for Speed No Limits. Она там тоже имеется. Относится, по-моему, к суперкарам или гиперкарам. Не помню. Далее, что у нас тут ещё имеется? Давай, А-класс по Любасу. Какой-нибудь. О! 911 GT2 RS Club Sport. Вот эта тачка. На неё тоже будет особая акция. Потому что здесь мы видим ключик. И, естественно, не все её получат. Течрулс я набрал. Ключ забрал. Но сейчас не вижу смысла её открывать. Она будет всего лишь на одну звезду. И 12 чертежей мне не будет хватать. Кстати, совсем забыл сообщить, что на вот эти Поршики, на новые, будет Гран-при событие. Вот. И, наверное, будет особая акция на какой-то ещё из Поршиков. Поживём, короче, увидим. Пока у нас, к сожалению, ничего не открыто. Но мы перейдём, наверное, в магазин. И там я тоже вас по изменениям оповещу. Так. Есть у нас, кстати, рекламный набор. В котором можно забрать Авинтадор, Спайдер. Тот же Ламборгини Хуракан. Вот он мне нужен. Как раз один чертёж остался. Я его полностью прокачаю на 5 звёзд. Есть у нас теперь Мазда Фурой. В магазине мы можем её за обычные кредиты приобрести. И также, как вы уже заметили, Ford Shelby GR1 появился за Т-жетону. Возможно, будут и ещё какие-то тачки за Т-жетоны. По боевому пропуску, блин, по сезонному пропуску, хочу сказать, что пока не приобретайте. Я считаю, что эта цена слишком высокая. И лучше бы они сделали за жетоны. Понятно, почему они не сделали за жетоны, типа, несите бабло. За бабло мы вам пропуск дадим. Или сделали бы они так. Допустим, вот сейчас я покупаю этот сезонный пропуск за 750 рублей. Но если я пройду все 50 уровней этого сезонного пропуска, то я получаю, допустим, бесплатный билет на следующий сезонный пропуск. Вот это ещё было норм. Но вряд ли они так сделают. Ладно, это мои мысли. Можете со мной не соглашаться. И, конечно же, я всегда за диалог в комментариях. Пишите своё мнение. Посмотрим, что будет дальше. Ну, а сейчас я предлагаю прокатиться на какой-нибудь Тачили. И, кстати, вот давайте мы в первую очередь вот здесь прокатимся. Потому что мне нужно жетончики набить. То есть элитная валюта у нас потихонечку уходит на задний план. Давайте прокатимся на Фордике. Давно я на нём не гонял уже. Запылился, красавчик, в моём гараже. Надо его выгонять на прогулку. Прикольно. Я, конечно, ждал. Ждал, что это может произойти. Потому что во многих играх вот эти сезонные пропуски и так далее. Но вот зря, что они сделали только за бабки это. Даже тот же Call of Duty Mobile, там есть просто элитная валюта. Они особо и не обязывают, чтобы вы покупали, допустим, боевой пропуск за реальные деньги. Да, вы покупаете за реальные деньги валюту игровую. И за эту валюту приобретаете себе как раз боевой пропуск. Геймлофт. Ну, тут я уже объяснял, почему они сделали именно так. Я хорошо отношусь к... к тем, кто работает в русскоязычном офисе. Потому что, ну, у меня как бы с ними более-менее вроде как нормальное отношение. Плюс от самого Геймлофта я получаю поддержку автора. Но, прикиньте, сейчас эта поддержка автора мне вообще никакой профит не дает. И это на самом деле грустноватенько. Блин, он сейчас плохо прям проехал. Ну, а че? Стоямба. Минута 31. Все плохо. Наверное, я в 50 лучших только попаду. А то, может быть, и в 100 лучших. Сейчас посмотрим. Конечно, мы можем посмотреть рекламный ролик и увеличить свое количество кредитов, получаемых. Так. Да, кстати, давайте-ка посмотрим мы еще вот здесь, что имеется. Задание сезона. 2500 метров в дрифте за одну гонку. Ого. Подбери баллоны с нитро. Короче, мы все вот это выполняем. И потом заберем один чертеж. Один чертеж, народ. Дальше есть еще, кстати, несколько эпизодов. Что здесь у нас? Это все, что связано, кстати, с заданием сезона. Интересно. Ну, давайте попробуем. Финиширую в гонках. 0 из 28. То есть 28 гонок. Ну, понятно, это мы можем какие-то и другие задания проходить. Открой наборы карт. Выполни нокдауны с разворотом. Давайте посмотрим, что у нас в сетевой. Не появилось ли что-нибудь новенькое. Тут у нас все то же самое. Ну, давайте прокатимся на ремаке. Посмотрим, что у нас изменилось вообще в сезоне. Блин, мне не нравится вот этот сезон Слипстрима, когда в самом начале режим призрака отсутствует напрочь. То есть вас в самом начале может кто-нибудь расфигачить. И еще один момент, который я прочитал в Дискорде. Свыше 8 тысяч игроков было забанено за использование читов, там каких-то эмуляторов и любых моментов, которые, короче, давали преимущество другим игрокам. Вот сейчас, скорее всего, опять у нас тут нету никакого... Воу, воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Ох, забываю я про все эти трассы, конечно. Ну, ничего-ничего. За счет того, что у меня ремак, я думаю, сейчас все будет хорошо и замечательно. Плюс, наверное, я выполню какие-нибудь задания. Во! Точняк. Я знаю, короче, что мне надо сделать. После этой гонки перейдем в карьеру. Там есть тоже задания, которые надо проходить. Так, меня кто-то хочет догнать. И это, кстати, по поводу вот 2500 очков дрифта. Это надо длинную трассу проехать, чтобы столько набрать за одну-то гонку. То есть задания будут тяжеловатенькие. Девять эпизодов вроде там было. Я что-то невнимательно посмотрел. Воу, тише. Ну, ремак здесь, конечно, рулит. И к тому же, блин, нас всего трое. Сейчас интересно, сколько я получу очков за вот эту гонку, за первое место. 11 очков, офигеть. Ну, до элиты я вряд ли дойду. Окей, давайте реально перейдем, короче, мы с ТП. Пропуск легенды. Нет, ничего не изменилось. Зайдем, короче, в карьеру. Макларен у нас тут есть. А также есть Мерседес. И еще, по-моему, какое-то задание вот здесь. На чем тут прокатиться? Давайте кредитики заберем. Далее. И можно, наверное, на Тарге прокатиться. Так как этот видос у нас все-таки больше связан с Поршком. Давайте реально на Тарге прокатимся. Ранг у нее позволяет. Нужно, скорее всего, просто выиграть гонку. Понятно. Ну, давай, Тарга. Не подведи меня. Выглядит она, конечно, симпатично. Но с управлением у нее вообще такие возможности. Вот я хотел разворотом его расфигачить, но не получилось. О, у нас мусора есть. Отлично. Ох ты, еперный театр. Вот это было неожиданно. Она просто... Отболк, дети. Она просто плохо очень долетает. Так, 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 тихо. Пацаны, пацаны, успокойтесь. Эта тачка, конечно, то еще днище. Она мне абсолютно не нравится. По своим показателям. Причем по всем. Тише, тише, тише. О, аккуратненько. Я надеюсь ее пофиксить. Кстати, нам должны были пофиксить Ford GT. Он у меня неплохо так должен быть прокачан. Короче, финишировали. Мы не выиграли гонку. Но, может быть, какие-нибудь задания, по крайней мере, выполнили. Спасибо, спасибо. Вот, кстати, долгие вот эти все загрузочки. Окей, дальше мы не поедем. Перенесемся, короче, в ежедневные события. Здесь у нас есть, по-моему, тут надо прокатиться. Нет, тут окурок у нас имеется. Блин, я хочу, короче, проехаться на Ford GT. Во! Нужно побить время 40 секунд как раз на Ford GT. Ford GT где-то тут у нас. Красавчик ты мой любимый. Что-то я его не вижу. Я пропустил, что ли, его? Где ты, где ты, где ты? Ford GT. Вот, у меня у него тут... Блин, управляемость, конечно, лажовая у нее. Окей, давайте поставим импортную деталь. Я, кстати, наверное, его сейчас, да, прокачаю до золота. Теперь он у меня максимально прокачанный. И давайте прокатимся на нем. Охота за тачку у нас на Ferrari 488. Она у меня выбита. Все чертежи получены. Осталось только прокачивать до золота. Ну, погнали. Че вы, чуваки, мне тут покажете, а? На-те вам двоим сразу. Вроде его пофиксили, но че-то... Управление... Ух ты, вообще жесть. И звук че-то поменялся у него. Либо просто... Я давно на тачке не гонял, поэтому звук уже... Не помню, как должен звучать. Но я за 40 секунд сейчас точно не уложусь. Мне кажется. Вот как так? Я причем нажал разворот, а он мне тут сальтухи всякие делает. 38, 39. Ну, реально, можно было успеть. Чуть-чуть, если бы я меньше тупил. Кстати, музло какое-то другое, что ли, или мне кажется. Нет, по-моему, старое музло. А то, я думаю, может, музлишка у нас еще поменялась. Короче, Т-жетончиков мы немножко заработали и выполнили задание здесь. Что ж, народ, пока на этом все. Будем ждать специальной акции. Также жду от вас комментарии, стоит ли приобретать пропуск легенды. Ну и, естественно, 500 лайков, и я его приобрету. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте бить в колокол, дабы не пропустить новые ролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok